Глава тринадцатая. Вход Иссы в Иерусалим. Приближался праздник освобождения, и многие иудеи прибыли в Иерусалим. Иса, окруженный множеством народа, направлялся к городу. По его просьбе двое учеников привели осла, чтобы он мог на нем въехать в Иерусалим. Ученики постелили одежды, и Масих вверхом на осле, как это принято на востоке, стал подъезжать городским воротом. Громким криком восторга толпа приветствовала Ису как Масиха и царя. Более пятисот лет назад пророк предсказывал это великое событие. «Царь ваш идёт к вам, поглядите, кроткий, верхом на ослицы и на ослёнки». Толпа увеличивалась, и все были радостно возбуждены. Простые люди не могли принести Всевышнему драгоценных даров, но они стелили свои одежды перед ним. Они срывали зелёные в ветви смоковниц и пальм и устилали ими путь его, выражая тем самым свою веру в то, что Масих, въезжая в город Дауда, займёт там царский престол. Никогда раньше Масих не позволял своим ученикам оказывать ему царские почести. Но на этот раз, во исполнение пророчества, он не противодействовал ничему, что исходило от людей. Сын Человеческий вскоре должен стать жертвой за грехи людей. Народ Всевышнего во все последующие времена должен будет сделать явление смерти Масиха предметом глубочайшего размышления и исследования. Поэтому уже сейчас, при въезде в Иерусалим, нужно было, чтобы взоры всех людей обратились на него. После такого грандиозного торжества нельзя будет сделать незаметным суд над Масихом и его последующее распятие. Проведению Всевышнего угодно, чтобы каждое событие из последних дней жизни Иссы на Земле было ярко обозначено, чтобы впоследствии никакая сила не могла подвергнуть эти явления полному забвению. В эти дни множество свидетелей следовало за ним. Слепые, которым он возвратил зрение, шли первыми. Немые, чьи уста молчали со дня рождения и которые он отверз, громче всех восклицали «Хвала сыну Дауда! Благословен тот, кто приходит во имя Вечного! Хвала Всевышнему в высшине небес!» Хромые, которых он исцелил, бежали по краям дороги, устилая его путь листьями пальм. Вдовы и сироты восхваляли Всевышнего за проявленное к ним милосердие. Некогда прокаженный, а сейчас очищенный от проказы, постилал перед ним свои одежды. Находились тут и те, кто был воскрешен им из мертвых. Лазарь, тело которого некогда уже подвергалось тлению, был среди народа, полный сил и здоровья, и сопровождал спасителя в Иерусалим. Не радовались происходящему фарисеи, наблюдавшие подаль за поведением народа. Они чувствовали, что их влияние будет существенно подорвано. Они пытались вмешаться в ход событий и заставить толпу замолчать, но их угрозы и требования вызывали еще больший энтузиазм. Тогда они протиснулись к Исе и потребовали «Учитель, запрети своим ученикам». Но Иса ответил «Говорю вам, если они умолкнут, то камни начнут кричать». Торжественный въезд в Иерусалим был осуществлен по воле Аллаха. Он был предсказан пророком, и после этого никакая сила не могла изменить ход событий. Людям не дано повлиять на то, что должно осуществиться по воле Всевышнего. Торжественная процессия приближалась к стенам Иерусалима, когда с вершины холма людям открылся великий город во всей его самобытной красоте. Люди замолкли и устремили взгляды на спасителя. Они думали, что увидят на его лице выражение той же радости, которую переживали они. Но Иса был печален, и на его глазах появились слезы. Народ не понимал, отчего это могло происходить. А Масих плакал о городе, который уже был осужден на страшное разрушение и разграбление. Иерусалим был городом особого внимания и сына Сиха. И теперь, когда он представил то опустошение, которое скоро обезобразит эти прекрасные места, сердце его страдало. Если бы народ иудейский принял Масиха как спасителя, Иерусалим стоял бы вечно. Он стал бы мировой столицей, и эмблема с римским орлом не возвышалась бы над его стенами. Из Иерусалима вылетел бы белокрылый голубь мира и пронес радостную весть по всем странам. Но иудеи отвергли спасителя, и скоро они распнут его. Участь Иерусалима была предрешена. Приблизительно через сорок лет он будет до основания разрушен римскими легионерами. Начальникам иудейским был дан знак, что вот-вот в город войдет Иса Масих, сопровождаемый многочисленными последователями. Были приняты меры, чтобы рассеять толпу. Как бы не зная ничего о Масихе, высокопоставленные иудеи спрашивали «Кто это?». Ученики вдохновенно отвечали «Адам скажет вам, что он потомок женщины, который поразит змея в голову». Спросите Ибрахима. Он скажет вам, что он Малик Цедек, царь Салима, повелитель мира. Якуб скажет вам, что он есть примиритель из потомков Иуды. Исаис скажет вам, он есть Эммануил, чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, правитель, дарующий мир. Иеремия скажет, отрасль Дауда, Всевышний, наше оправдание. Даниал скажет вам, что он Масих. Осия скажет, что он Всевышний, Аллах воинств. Яхья скажет, он жертвенный ягненок Всевышнего, который берет на себя грех мира. Великий Аллах объявил с небес, что это его возлюбленный сын. Мы, его ученики, объявляем, что он Иса Масих, князь жизни, избавитель. Даже князь этого мира, князь тьмы признает его, говоря, «Я знаю, кто ты, ты Святой Всевышнего». Три года тому назад Масих, войдя в храм, нашел там людей, покупающих и продающих. Обличив, он изгнал их из храма. Придя вновь в этот храм, он опять увидел торговцев и покупателей. Двор был заполнен скотом и птицей. Их продавали тем, кто желал принести жертву за грех. Торговцы, как правило, обманывали народ. Споры и громкие крики мешали проведению богослужения. Масих стоял на возвышении, на ступенях храма, и глаза людей были устремлены на него. Внезапно все стихло. И в этой напряженной тишине раздался ясный и сильный голос. «Написано, мой дом будет домом молитвы, а вы превратили его в разбоничье логово». И уже со властью было дано распоряжение «уберите это отсюда». Однажды уже было, когда священники и служащие при храме бежали о требовании его голоса. Впоследствии они устыдили своего страха и решили, что больше никогда не поступят так постыдно и унизительно для своего сана. Однако теперь они пришли в еще больший ужас и еще поспешнее исполнили повеление Масиха, удаляясь из храма и выгоняя со двора скот. Двор быстро заполнился народом, ищущим душевного и физического исцеления. С мольбой страдальцы смотрели на Ису. Масих увидел их, и лицо его осветилось доброй и ласковой улыбкой. Все поняли, как он сострадает тем, кто истинно нуждается в нем. Иса приближался к больным, и от прикосновения его рук прекращались болезни и снималось страдание. Он брал на руки детей, успокаивая их и исцеляя. Матери безмерно радовались, видя своих детей снова здоровыми и смеющимися. Когда священники возвратились назад в храм, они увидели необыкновенную сцену мира, радости и благодарения Всевышнему. Исцеленные, а вместе с ними и дети громко восклицали «Квала сыну Дауда, благословен тот, кто приходит во имя Вечного. Царь ваш идет к вам, поглядите, торжествующий, победоносный». Служащие и священники были встревожены таким влиянием и сына людей и считали себя обязанными пресечь происходящее в стенах и во дворе храма. Они сказали Исе, намекая, что народ ведет себя недозволенным образом. «Ты слышишь, что кричат эти дети?» Иса ответил «Да». Разве вы не читали, что написано? Из уст младенцев и грудных детей ты вызовешь себе хвалу.